Мэр Махачкалы, пожалуй, самая известная муниципальная должность в России. И совсем не потому, что еще недавно столица Дагестана неоднократно становилась победителем различных конкурсов, признаваясь чуть ли не лучшим городом страны по темпам благоустройства. Печальную известность городу приносило то, что градоначальники Махачкалы один за другим попадали в сводки криминальной хроники. За последние годы четверо мэров были задержаны, причем трое находясь в должности. Стоит ли объяснять, насколько тяжелым является наследство, доставшееся после такого муниципального управления? Тем не менее, несмотря на вал текущих дел и остроту поднимаемых тем, на вопросы нашей программы в качестве ее гостя согласился ответить мэр Махачкалы Салман Дадаев. Эксклюзивное интервью с главой столицы смотрите далее. Салман Кадеева, веселам алейкум, добрый день. Александр. Еще недавно, чтобы мэр приехал на работу, перекрывали полгорода. Мы с вами сейчас прошлись по парку, среди простых людей. Ситуация изменилась, но проблемы остались прежними. Район, которым вы руководили в Москве, он по населению больше многих дагестанских городов. Вы пришли из города с налаженной системой управления, в то время как Махачкала долгие годы управлялась практически в ручном режиме. Как вы считаете, какие рычаги сейчас нужно задействовать, чтобы обновлять городское хозяйство и приводить его в норму? Да, абсолютно правильно вы подметили. Самая большая, наверное, проблема сегодня в Махачкалы именно отсутствие системы управления городом. Как наиболее сложная проблема, все процессы на сегодняшний день нарушены. Нарушена вертикаль и нарушена сама суть управления. К чему это приводит? Правильные команды, они не проходят элементарно до конечного исполнителя в том виде, в котором они должны исходить. Вертикали управления отсутствуют. Ну и, конечно, есть некоторые проблемы с профессионализмом. Есть хорошие сотрудники, хорошие руководители, нацелены на нужный результат, с определенными компетенциями, хорошими компетенциями, амбициозные, способны обучаться. Но их компетенции и способности в силу тех причин, которые у нас существовали, они просто чуть развились в другом направлении. Они способны, грамотные, правильные ребята. Но они просто чуть развивались по другим векторам. Также переформатировать? Они сами нацелены на переформатирование, просто нужно определенное время. Ну и, наверное, поможет тот опыт, который у меня есть, который я приобрел в Москве, в разных районах, округах Москвы. Удалось его закрепить в Басманном районе. И со временем будут запущены именно вот эти импульсы управленческие. И когда они пойдут, сама по себе система управления, она заточена так, что она будет себя выправлять. Ну вы специалист как раз в муниципальном управлении, хорошо разбираетесь в коммунальном хозяйстве, в юриспруденции. Как эти практики сейчас приземлить в Махачкале, чтобы они работали на столицу республики? Потому что начну сразу с вопроса проблемного. Приходится освобождать участки под школы путем сноса, принимать такие радикальные меры, непопулярные. Очень много земли в незаконном обороте. Как с этим бороться? Последовательно проблема ясна. Там многоходовые схемы здесь не нужны. Что-то изобретать необходимости нет. Есть генеральный план, какой-никакой, но он есть. Есть заревизированные участки для социальной инфраструктуры. Без этого город развиваться не может. У нас, к сожалению, сегодня город, именно его жилищное строительство, ушло намного вперед инженерно-технической коммунальной инфраструктуры и социальной инфраструктуры. То есть у нас количество домов, которые вмещают в себя жители Махачкалы, намного обогнало количество ученических мест в школах, в детских садах и пропускную способность систем водоснабжения, водоотведения. То есть не было вообще выстроена логистика? Абсолютно. Но есть еще другая проблема. Те участки, которые были зарезервированы под строительство социальной инфраструктуры, и полбеды, если бы на них не строились бы школы. В погоне за вот этим жилищным строительством мы имеем случаи, когда захватили участки, возделили на них дома, и пытаются это каким-то образом отставить. Как я уже сказал, да, фиксирование ситуации, изучение нормативной составляющей. На уровне внутренних документов администрации мы это можем отменить, на уровне судебных решений нам надо отменить, если пропущены сроки исковой давности, за счет интересов неопределенного круга лиц, прокуратура там должна ли выходить. И, соответственно, следующий шаг, уже направленный на принятие нормативного решения, которое сможет дать основания для освобождения этого земельного. Но ведь раньше тоже знали, что это участки под школу. Я понимаю, что вопрос не к вам, но куда же смотрели контролирующие органы? Выходит, они бездействовали? Сказать, что бездействовали, тоже не скажешь. Очень много фактов зафиксировано правоохранительными органами. Были конкретные предписания, протесты, требования. Но опять-таки, в силу запутанной этой системы и возможности ухода от ответственности в конкретных персоналии, находили лазейки, чтобы размывать эти требования правоохранительных органов. Ну, сейчас вот вы, когда встречали новые мусоровозы на этой самой площади, которые пришли, чтобы от мусорного коллапса спасать столицу, вы привели потрясающие факты о том, что даже не можете найти... Настолько все распродано, что не можете найти вы места для размещения контейнерных площадок. До такой степени все запущено. Это, да, на самом деле, очень печальная, конечно, погоня за вот такой наживой и, к сожалению, привела к тому, что мы сами себе подрубили сук, на котором сидим. Мы хотим жить красиво, мы хотим жить чисто, в красивом, ухоженном доме. Но для этого есть целая система, которая прилагается. Первая, допустим, жилищно-коммунальная, которая направлена на уборку. Другая экономическая, ну, даже, наверное, первая экономическая, потому что в основе всего лежит экономика. Например, допустим, по участкам. Планировали дом, не закладывали контейнерную площадку. Запланированную контейнерную площадку захватывали для возведения какого-то торгового объекта. Да, это имеет место быть. Это очень сложно. А ведь и людей на руках бумаги, которые надо отменять решением суда, и это целое время. Это время. Как и со школами, нету нерешаемой проблемы, просто это время опять-таки. Определенный процесс, разложенный по полочкам в ГПК. А люди хотят порядка здесь и сейчас. Правильно они хотят, так и должно быть. Они правильно хотят, и в этом нет ничего такого зазорного. Потому что, опять-таки, мое абсолютное убеждение, спасибо моим преподавателям по теории государства и права, Салтаран Тисуповне, Анжеле Чапановне, которые мне это очень четко выяснили. Граждане не должны этими вопросами заниматься. Граждане оплачивать часть своего заработка для определенных лиц, которые они нанимают, то есть мы чиновники, для того, чтобы этим вопросом занимались. Делегируют полномочия. Да. И оплачивают нам за это. И мы должны это выполнять. Это абсолютно правильный их посыл. Здесь есть, конечно, другая ситуация. Опять-таки, в экономике. У нас плохо с налоговой дисциплиной, конечно. И когда ты задерживаешь оплату, ты не можешь требовать исполнения услуги тоже, как минимум морально. Вот эта ситуация у нас очень так гротесно выражена, потому что очень плохая налоговая дисциплина. Практически никто не хочет платить налоги, не желает. И даже если сильно разобраться, это очень сложно. Но это тянет, вот в начале этого тезиса я сказал, что две проблемы, да, жилищно-коммунальные и экономические. Это за собой тянет целые проблемы. Потому что, допустим, опять-таки, возвращаясь к опыту Басманова района. Когда я пришел в 2017 году в Басманный район, у меня в районе было 500 дворников. Нормативно. Мы посмотрели, разобрались, оказались, там есть определенные нарушения. Мы их исправили, подтянули до количества физического наличия 500 дворников. Чище стало, стало намного лучше, но не абсолютно. Мы разобрались в этой ситуации, обнаружив большое количество земельных участков, которые не включены в уборочные территории. Титул уборочной территории, потому что, ну, как-то не занимались этим вопросом последовательно. Сложный процесс, требует большого количества времени. Почему-то не хотели этим вопросом заниматься. Мы занялись, сделали. Мы довели количество дворников до 620 с последующим еще увеличением. Это дало нам очень достойно встретить и провести чемпионат мира по футболу. Потому что болельщики выходили, следом за ним сразу шло огромное количество дворников. Теперь смотрите цифры. 810, общее количество района. 620 дворников. Порядка 49 тысяч, 49 тысяч гектаров Махачкала. Тонечную цифру сказать не могу. С цифрами Махачкали вообще очень сложно. Мы не можем точное количество объектов потребительского рынка определить. Нету этих цифр. Точное количество проживающих в Махачкале мы еще не можем определить. Занимаемся этой проблемой. Соответственно, и границы города не определены. Тоже целая проблема, которой нам предстоит заниматься. Примерная цифра. От 45 до 50 тысяч гектаров. В город Чистке, то есть в муниципальном рюджетном учреждении, которое занимается уборкой города, у нас сегодня 400 дворников. 400. То есть меньше, чем в Османном районе. А в Османном районе даже у нас 810 га. Вы представляете соотношение? Да, может быть не самое лучшее сравнение, потому что в Османном районе дневное посещение в Османном районе порядка до 10 миллионов человек. Потому что Москва так устроена, в центр Москвы прибывает, туристы приезжающие с окраин на работу, потом уезжают, за ними мусор остается. Но тем не менее, выставляете уборочные площади? Несравнимые. Несравнимые. И 400 человек. Ну и плюс где-то порядка 200, плюс-минус сезонные уборщики в горзеленохозе. Почему? Это же, наверное, не просто так. Потому что нет определенного количества средств на оплату их труда. В бюджете они заложены изначально. Это не к тому, что им задерживаются зарплаты. Это тоже была определенная проблема с горзеленохозом. Там на самом деле было очень много лукавых моментов. Потому что горзеленохоз является унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, хозяйствующим субъектом, работающим практически на началах коммерческой организации, выполняющим работы по заказу. И оплата труда сотрудников горзеленохоза это забота самого горзеленохоза, никого-либо. Бюджеты и деньги заложены. Они были направлены в управление жилищно-коммунального хозяйства. За счет каких средств ты оплачиваешь зарплату? Это забота руководителя. Я не к тому, чтобы упрекать руководителя, там очень хороший, порядочный парень. Но, опять-таки, системно. Работа не выстроена правильно. Так вот, что мы хотим? Какую уборку мы хотим в Махачкале от 600 человек? Ну, 200 горзеленохоз и 400 гор очистка. То есть, какую уборку? Ленинкин, шампхау. Конечно. За счет чего? Мы хотим в Махачкале, чтобы было чисто. Предприниматели хотят махачкалинские? Говорят, да, мы готовы выйти со спонсорской помощью. Не надо спонсорской помощи. Нет. Если ты выходишь с спонсорской помощью, в этом ничего плохого нет. Нам, как мусульманам, это очень близко. Это нормально получается, как на благие дела, на общественные дела. Час захода ты отдаешь. Но ты лучше плати системно налоги. Ты платишь системно налоги, и этих проблем, о которых мы выше говорили, не возникает. Мы нанимаем тысячу, а на самом деле еще больше дворников, которые метут и наводят порядок в Махачкале. И нету этой проблемы. Нету навалов мусора, нету куча смета, мусора на газонах и так далее, так далее. Это же кто-то должен обслуживать. Это очень тяжелый, долгий, длинный процесс. Я понимаю предшественников, которым мы этим системно не занимались. Ну, как понимаю? Могу понять. Потому что сложный процесс может быть не совсем по плечу и не видели просвета. Хотя он, если приглядеться на поверхности, надо заниматься пропагандой налоговой дисциплины, конкретными мерами взаимодействия с налоговыми органами, органами полиции, которые нам сегодня на самом деле оказывают огромную помощь в повышении налоговой дисциплины. И большое им за это спасибо. Либо и городскому управлению, и лично министру Влада Шевеновичу, потому что ту работу, которую они выполняют, дает возможность сегодня многие процессы в городе реализовывать. Уборка, ремонт школы и так далее. Вот пользуясь случаем, обращаюсь к горожанам и городским предпринимателям в первую очередь. Оплачивайте налоги. Без ваших налогов другой доходной части бюджета у города нет. У нас нет каких-то крупных объектов, с которых город напрямую зарабатывает. С колесом обозрения маленький инвестпроект, который за арендную плату будет, небольшую плату приносить, которая позволит этому парку выйти на какое-то самосодержание. Вот как раз по поводу колеса обозрения, нашумевшей темы, я хотел спросить. Колюш, мы заговорили о зелени, город буквально задыхается от отсутствия зеленых насаждений, потому что все, что было вырублено, зеленое достояние новое, которое посажено, тоже не все выросло, многое засохло. Протесты общественников были по поводу установки этого колеса. Многие говорили, что будет вырублено очень много деревьев. Как приводили в пример Эльтавский лес, где бывший мэр стоял и говорил, что дома не будет, а сейчас посреди леса стоит дом. Что бы этого не было, что нужно? Вообще подробнее об этом проекте, что он из себя представляет, и как он будет работать на город, если будет реализован? Спасибо за вопрос. Очень необходимый вопрос. Нужный, я думаю, и горожанам, и не менее мне, чтобы я мог горожанам эту ситуацию объяснить. Не люблю популизма и лозунгов, и там вставать на броневике и кричать, что здесь будет и не будет. Не мой случай, я лучше буду последовательно выполнять мероприятия, которые мы, в принципе, уже выполнили. Не надо вводить под видом общественников горожан заблуждений. Под инвестора не отчуждается. А именно, участок под инвестором, проект, он отдается ему в аренду. И город, и при невыполнении очень жестких, на самом деле, условий инвестконтракта, имеет право изъять обратно этот участок. Теперь вторая ситуация. Мы его сдаем в аренду не только для того, чтобы он там поставил колесо и платил налоги, но еще и платил арендные платежи. Плюс к этому, там будет создано 20 постоянных рабочих мест, и в сезон еще дополнительно 20 постоянных рабочих мест и 10 сезонных рабочих мест. Это налог на доходы физических лиц. Основной налог сегодня города Махачкалы, который поступает в бюджет города Махачкалы. Соответственно, это еще одни поступления. Плюс, там в рамках этого инвестпроекта не будет вырублено ни одного дерева. В рамках инвестконтракта. Это очень важно. Еще раз подчеркиваю, ни одного дерева вырублено не будет. Но будет подсажено до 30 деревьев и еще несколько десятков кустарников. Это тоже очень важно. Они тоже выполняют даже газон, выполняют функцию зеленого насаждения. Более того, у нас парк сегодня находится в неком запустении. И вот вы говорили, общественники не совсем согласны. Есть часть общественников, которые не согласны, и они где-то правы. Почему? У них есть момент недоверия сегодня к властям. Он обоснован. Я не могу как-то жестко этому противостоять, потому что он на самом деле обоснован. Они имеют на это сегодня моральное право. Даже благодаря тому примеру, который вы сейчас привели. Ну вот свежий пример. Аллея дружбы, как раз около нашей центральной мечети, где планировалось сделать сквер дружбы России и Турции, тоже, как оказывается, уже находятся в чьей-то собственности. Пока не готовы комментировать, разбираемся в этой ситуации. И возвращаясь к парку. Плюс к тому, что они возмущаются из-за недоверия, где-то есть сквозь этого, проблескивает еще и правильный конструктив, имеющий право на существование, по поводу того, что парк должен выполнять функции легких и должен быть зеленый. Это не лес, это городской парк. В городском парке в любом городе мира обязательно должна бы существовать какая-то инфраструктура, которая приносит определенное... Опять-таки, возвращаясь к тому, что я сказал, в основе всего лежит экономика. Городские парки должны приносить доходы. Потому что... Тем более, это излюбленное место отдыха. Да, работая в Сокольниках, я помню аналогичную ситуацию, когда в Сокольниках были обшарпаны шашлычные и был бурелом. Потому что денег на качественное содержание парка Сокольникова не было у города. У города Москвы, чтобы вы понимали. С приходом Сергея Семеновича и выстраиванием правильной системы сегодня парк Сокольники – это излюбленное место гуляния москвичей. Да, здесь есть такие определенные последние, которые наши коллеги говорят, что он будет забит. Но городской парк должен быть забит. Это же неплохо. Говорят, я хочу прийти послушать пение птиц. Это я к тому, что... Некоторые там меня упрекают, что я не читаю комментарии. Я не отвечаю, у меня нет времени каждому гирик отвечать. Но читать я, конечно, читаю. Я слышу это мнение и на Фейсбуке, и в Инстаграме. И говорят, я хочу там слушать чириканье птиц. Правильно, молодец, заслуживаешь. Но если мы таким образом оставили, что там чирикали птицы, он будет находиться долгое количество времени в том состоянии, в котором он сегодня находится. С этими полуразрушивыми основными фундаментами, проплешинами на газонах, непонятного вида нестационарных торговых объектов и не совсем понятной финансовой структуре поступления доходов, куда они идут и куда они дальше расследуются. Это очень тоже, опять-таки, в силу отсутствия вот этой системы имеет место быть. Мы с этим пока разбираемся, но придем к определенным выводам. В Махачкале вообще очень мало парков. Все застроено и практически не осталось места для того, чтобы разбить новые. Вот недавно прошла информация о том, что вы возвращаете городу участки вокруг озера Агель. Там тоже планируется парк. Сейчас на какой стадии это делал? Пока идет инвентаризация земельных участков. Я же говорю, последовательно. Но все требует определенного времени. Мы сейчас проинвентаризируем основания, выделения, как мы их будем возвращать обратно в город. Потому что без этого мы всегда утыкаемся в бюджетный процесс. Для того, чтобы потратить бюджетную копейку, мы должны понимать, что это принадлежит нам. Ну, городу имеется в виду, и мы можем на это тратить. Мы даже на республиканский объект не можем потратить рубль, и точно так же и республика не может на городской. Ну, опять-таки, нарушение бюджетного процесса. Мы в это утыкаемся. Из-за этого мы, конечно, будем сначала изымать земельные участки, если мы найдем для этого основания. Ребята уже занимаются этим вопросом. признавать права города, и там уже делать планировку. Параллельно с процессами, которые сейчас в администрации и около администрации идут, этот процесс, он по инерции продолжается, когда неси-хватай. Даже буквально вчера ситуация. Руководитель одного из структурных подразделений входит в судах, признает колоссальные иски. Исковые требования к управлению, ну, соответственно, и последующему администрации города. У нас уже огромное количество вот таким образом санкционированных долгов. В непонятном году проведенные непонятные работы, не совсем подтвержденные, выполнялись они по факту, были признаны и оплачены скоротечно. То есть такие воздушные работы. Да. То есть долгое эхо это еще не будет продолжаться. Более того, по которому срок исковой давности прошел, подведена определенная правовая основа, оплаченный ущерб запланированных бюджетных расходов, а именно оплату, допустим, коммунальных расходов за школы, там, за поставку продукции, которая в бюджет был заложена, допустим, для детского питания и так далее. Эти деньги были направлены на погашение каких-то там старых долгов. А долги-то за поставленную электроэнергию, тепло, воду нашим подразделениям учреждениям, они остались, они же никуда не деваются. Люди идут в суд, сегодня у нас судебных решений порядка на 200 миллионов. Вот по расходам 2018 года, которые были заложены в бюджет, не оплачены, люди подали иски, получили исполнительные сты, и сегодня половина управления города и счета администрации заблокированы, потому что мы не успеваем их... То есть то, что город 100% должен дать уже по закону? Да, абсолютно. Порядка такой же структуры, задолженности, вернее требования в судах на 609 миллионов находится еще, которые с большой долей вероятности будут признаны, потому что, опять-таки, это выполнена работа... В общей сложности почти миллиард, это огромные деньги. Потому что, ну, есть еще не такие стопроцентные, за которые мы еще поборемся. Недавно ребята там отсудили порядка 30 миллионов, сейчас стадии из 89 миллионов до 29 миллионов могут снижать. То есть юр. управление разрывается. Большая юридическая работа, конечно. Колоссальная. Причем там внутри правового управления тоже сегодня, слава богу, потому что есть люди, которые пришли вовсе не работать. и которые скрываются за больничными листами и там за какими-то другими основаниями, пытаются удержаться в надежде пересидеть. Пересидеть что? Сколько лет они собираются пересиживать? Мне Махачков долго еще в порядок приводить? Ну, кстати, вот о юридической работе сложилась потрясающая практика. Есть в составе Махачковой поселки такие, как Караман, где живут люди, но которые не имеют статуса. Что-то в этом направлении предпринимается. Да, очень сложная ситуация, на самом деле. Однозначного решения здесь нет. Мы с коллегами сейчас занимаемся, ищем, вырабатываем пути решения. Есть поселки, которые на самом деле существующие, нанесенные на карты, официально выделены земельными участками, но, опять-таки, с ногу на голову поставленные процессы, когда сначала выделили участки, дали возможность застроиться, а потом начали задуматься, а не стоило ли туда подвести коммуникацию. Наверное, стоило, но мы ее не подведем, потому что это большие расходы, и сейчас это сделать невозможно. Нормальное градоставительное регулирование предполагает подведение инженерной инфраструктуры, элементарное водоснабжение, водоотведение, электричество, газоснабжение, нанесение на каком-то проекты планировки территории мест для размещения минимум школы, детского сада, мечети и хотя бы магазины. Элементарная социальная. Да, элементарная составляющая. Выдали участки абсолютно без этих учреждений. Просто нарезали ровно, раздали. От безысходности люди, опять-таки, благодаря своей предприятийности, способностям, работоспособности, каким-то образом направили они туда электричество, построили дома, у них там родились дети. У некоторых они выросли и уже не помнят, каким образом им эти участки выдавались и под что они выдавались. Большей части теперь есть такие участки, где они под СНТ выдавались, под дачные строительства, и не предполагали образование таких домов. А сегодня люди уже говорят, слушай, ну мы в черте города живем, и, наверное, нам здесь должны быть городские условия. Но там дачное товарищество, там не предполагается той инфраструктуры, которая есть в городе. Но это сложно сейчас жителям объяснить. И то, что там централизованная система канализирования не предусмотрена, что они должны индивидуальные канализационные системы предусматривать, типа Ям-Шамбо, а не сливать эту воду в канал Октябрьской революции, именно канализировать отходы. Им это очень сложно объяснить. Они говорят, ну как, вот оно же есть. Мне вот бумага, мне выдали. Это низкая правовая грамотность нашего населения с, скажем, такой предприимчивостью и борьбой за живучесть. Они молодцы, они свою роль выполняют, но когда-то не была выполнена роль администрации. И причем это не вчера, не позавчера, не 10 лет назад. Это давнишние закоренелые проблемы. Они тянутся еще в 70-х, 80-х годах прошлого века. Тогда уже были заложены основы этих нарушений, которые нам сегодня очень долго распутывать. Развал Советского Союза усугубил ситуацию. Очень сильно. А потом мы какой-то сорвались, конечно, в крутой эпике уже совсем. Главное, пожалуй, что интересует горожан, это оплата за коммунальные услуги. С этим творился страшный бардак. Сейчас что-то приводится в порядок. Предусматривает цель создания подобного того, что был создан в Дербенте, единого расчетного центра, который позволит в одном месте платить и контролировать эту ситуацию, эти потоки, и держать как-то это все под контролем. Не люблю говорить то, что еще не сделано, тем более то, что в процессе. Но, тем не менее, прямой вопрос. Ситуация, которая вчера имела место быть на заседании у представителя правительства Республики Дагестан, там буквально даны были поручения выработать подход. Это будет республиканский центр, или мы сделаем пилотный на примере города и потом распределим на всю Республику именно, да, единый центр информационный на базе МБУ Махачкалы, это будет или ГБУ Республики, со всей абонентской базой и возможностью оплаты. Но это на самом деле махачкальцы и дагестанцы не заслужили той системы оплаты, которая сегодня у нас есть. Мы достойные, ну, я тоже горожане, тоже абсолютно таким же образом пользуюсь этой услугой. Как у меня родители в советские времена летом 35 назад ходили, заполняли там жировку, так она называлась, и оплачивали это. Век электронных сетилогий. Мне это тяжело очень дается, потому что в Москве я оплачивал просто с телефона это все, по дороге на работу. Но эта практика может быть у нас внедрена? Нужна. Обязаны, мы обязаны это сделать, и мы будем этого внедрять. Каждый махачкалинец и дагестанец имеет право для того, чтобы он спокойно это со своего гаджета, смартфону оплатил. Городская беда, незаконное жилищное строительство. Вы наложили мораторий на стройки. Как с этой сферой будете разбираться дальше? Как наводить там порядок, чтобы больше такие печальные моменты, как сносы домов на участках под школу не повторялись? Мурат, ну, искренне спасибо за этот вопрос. На самом деле, очень важный вопрос. Вот я наложил мораторий, и это не прихоть. И мы последовательно этого моратория придерживаемся, надо должны поблагодарить ребят, и, опять-таки, городское управление других дел, которые нам в этом помогают. Мы, на самом деле, держим эту ситуацию. Но это не тот случай, когда пчелы против меда. Мэр против строительства не может быть. Ну, нормального города, не то, в какой ситуации сегодня находится Махачкала, именно в части жилищного строительства. Это единственная сфера, кажется, которая у нас развивалась. Я уже ранее сказал, что мы обогнали в количестве квадратных метров жилья инженерно-техническую и социальную инфраструктуру. И точно так же мы обогнали дорожную инфраструктуру, дорожно-транспортную инфраструктуру в этом вопросе. Мы наложили эту мораторию для определенной инвентаризации. После того, как мы выработаем механизм совместно с коллегами из Минстро и из правоохранительных органов, каким образом это реализовывать, мы посмотрим, каким образом продолжит это строительство. 49 с копейками тысяч ученических мест в Махачкале. Порядка 90 тысяч учащихся. Оно увеличивается. Дети учатся в третью смену. Причем имеющаяся у нас ситуация по безопасности, по той же самой транспортной инфраструктуре. Ночью дети не должны, особенно в зимнее время, возвращаться домой. Надо с этим что-то делать. И мы делаем. В этом году с помощью Федерального центра и Республики закладывается строительство 9 дошкольных образовательных учреждений. И было запланировано 5 средних образовательных учреждений. Мы там чуть разогнались. Еще один резерв нашли. И, может быть, для детского садика еще 10-го тоже место подобрали. Тоже, если получится, мы это заложим. Но это порядка, чуть меньше 3 тысяч ученических мест при таком количестве строительства. То есть это мелочи. Это мелочи по сравнению с теми цифрами, которые мы имеем. Ну, давайте заселим эти жилые дома еще жильцами и с 90 скакнем на 95. То есть с учетом того, что мы строим, мы уже не успеваем обеспечить потребность ученическими местами. Зачем мы это делаем, уважаемые горожане и строители? Для чего? Своими руками создаем эту проблему. Куда мы пытаемся заселиться в эти дома, в которых нету ни контейнерных площадок? Они не обеспечены нормальным уровнем социальной инфраструктуры. Теперь дальше еще проблема. Мы все знаем проблему с водоотведением, то есть с канализированием, которое у нас есть. Ситуацию с коллектором знают все, что он 70-80-е годы прошлого века был заложен, не был доведен до ума. Сейчас, спасибо главе республики, которая последовательно этим вопросом занимается, Владимир Анатольевич, нашел средства на это. Вопрос находится уже в стадии согласования. Мы скоро приступим к строительно-монтажным работам. И этот вопрос будет решен. Когда? Куда мы будем все это сливать? В Каспийское море? Мы туристов хотим привлечь в Махачкаву? О чем мы? Пропускная способность системы водоотведения никакая на сегодняшний момент. Она была рассчитана на Махачкову 350-400 тысяч населения. Мы сегодня за миллион шагнули. Канализационные насосные станции. Но они не справляются с перекачиванием этого. Давайте заселим еще 10 домов. Люди вечером придут домой с работы, смоют воду и прощают редукторную. Мы этого хотим? Нет, давайте лучше мы на самом деле, потерпевшись этим мораторием, разберемся. В первую очередь, обеспеченностью инфраструктуры. Вторую очередь, качеством этих домов. Мы что для себя строим? Куда мы хотим заехать? Мы пройдем определенную экспертизу. Если это все соответствует, да, мы назначим госкомиссию. У нас многие дома стоят без приемки. Мы будем установлены порядок. Но там живут люди. Это еще другая проблема. Это еще одна большая проблема, когда огромное количество домов фактически достроены, заселены. Там вокруг них уже инфраструктура определенная начинает складываться. А актов ввода в эксплуатацию нет. Дома-призраки. Еще одна проблема, это устаревшие коммуникации, которые приводят все к новым и новым коммунальным авариям. Откуда изысканы средства для их ремонта? Там еще большая проблема. Это все находится в частных руках. Это в свое время было уведено из городской собственности. Никаким образом не обслуживалось. По сути, стратегический объект. Стратегический объект, который не имеет возможности находиться, правовых оснований находиться в частных руках. Ну, стопроцентно частных руках. Возврат возможен? Возможен. Возврат чего? Коммуникации и тех, кто ими управляет. Мы такие наивные, что думаем, что там есть коммуникация. Там есть места в земле, где когда-то были коммуникации. Коммуникации там уже практически не осталось. А мы хотим на эти коммуникации еще дома посадить. В моем районе на одной подстанции, где был один наш дом, сейчас на этой подстанции сидит 12 или 20 домов, наверное, даже. Ну, давайте еще один дом посадим. На него кто-то будет там лукавить, пытаться там давить на общественность, говорить, вот мы там купили квартиры и так далее. Давайте его заселим. Заселим его. И прилегающие 12 домов тоже останутся. И все 13 домов останутся как раз хорошее число 13. И все они останутся без света. Потому что для этого нет сегодня инфраструктуры в Махачкаре. Она находится в частных руках. И мы не можем туда вложить, опять-таки, помните, про бюджетный процесс я сейчас говорил? Мы не можем рубля бюджетных денег туда вложить, для того, чтобы отремонтировать эти линии, эти подстанции. Причем там не такая сложная ситуация, как с сетями водоснабжения и водоотведения. Там вообще крах. Большой пласт проблем мы охватили. Вопросов, конечно, больше, чем ответов. Но в завершение хотелось бы спросить о тех рецептах, которые вы будете применять, которые уже применяются. О самых главных шагах, которые будут реализованы в этом году в столице. В этом году мы постараемся, не то, что постараемся, мы реализуем систему городской очистки. Это самое необходимое, которое должно сегодня быть реализовано в части именно санитарной очистки города. Это не потому, что просто красиво. Это очень серьезная проблема. Что такое мусор? Мусор – это кормовая база для грызунов, для бродячих собак. Почему, вы хотите сказать, такое количество собак? С ними занимаются, последовательно, по крайней мере, занимались предшественники, не обязательно первые лица, но и руководители там мупов, заместители по направлению, но популяция бродячих собак в Махачкале, несмотря на предпринимательные меры, становится больше. Для них есть кормовая база. Для грызунов – крысы. Это кормовая база. Вороны. Почему в Махачкале? Раньше в Махачкале не было такого количества ворон, если кто помнит. Опять-таки, их привлекает кормовая база. С этим надо бороться и заболевания, которые приносят грызуны, бродячие собаки и так далее. Мы от этого не застрахованы, особенно в жаркое время. Над этим надо сосредоточиться, это надо решать. Плюс мы последовательно будем решать проблемы с обеспеченностью социальной инфраструктуры. Хотя бы на сегодняшний момент, чтобы уйти от трехсменного режима. В школах. Да, в школах. Чтобы хотя бы наши дети в третью смену не ходили. Последовательно будем этим вопросом заниматься и, конечно, улучшать ученические процессы. Благоустройство городской среды. Благоустройство городской среды, мы запланировали для себя строительство, вернее, ремонт, капитальный ремонт улиц, порядка 94 улиц, 30 дворов, 5 общественных пространств, площадь. Это будет реализовано в этом году? В этом году. Это все этот год. Ну и плюс, конечно, туризм. Туризм надо развивать долго, последовательно, для того, чтобы люди, которые приедут в этом году, могли рассказать своим друзьям, коллегам и так далее. Но, опять-таки, у нас для туристов сегодня нету контента туристического. Вот приехали никуда. Что? Есть музеи, есть памятники. Три дня? Дальше скучно. Надо хотя бы еще четвертый, пятый день тоже добавить. То же самое. Колесо, городские пляжи, какие-то фестивали, событийные мероприятия, чтобы приурочить, чтобы людям у нас в Махачкале было интересно. Представляете, Махачкала стала чище. В Махачкале появился туристический контент, что кроме гастрономических каких-то, но еще и культурные, массовые, потом пляжные составляющие этого села есть. Им понравится, они оставят хорошее впечатление у себя, они поделятся со своими друзьями и запланируют следующий отпуск опять-таки в Махачкалу и скажут, что да, в Махачкалу можно ехать отдыхать и к нам приедут еще больше людей. Для того, чтобы это у нас в следующем году было, мы будем заниматься еще усиленно этим туристическим сезоном. Спасибо за беседу, успехов вам! Пожалуйста, всем благ!